Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Про Цветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Сегодняшняя тема, о чем мы хотим поговорить, о шести культурах, которые вы пожалеете, что не посадили или не посеяли в этом месяце. Если вы будете эти культуры сеять позже, вы можете не получить тот урожай, который они могут дать. Потому что потенциального урожая вы не получите. Урожай будет слабый, это раз. А вот если не посеете, уйдут сроки, и вы вообще не будете иметь на своем столе этих культур. Не смотрите разнообразие, свой рацион. Давайте поговорим, какие это культуры. Ну, во-первых, самая такая знакомая культура, которая сеет в эту пору, в июне месяце, с 15 по 25 июня, это редька, конечно. Редька, она любима на Руси. Она всегда, черная редька есть во многих поговорках. Но редька бывает не только черная, черная зимняя, она так и называется черная зимняя редька. Редька есть и маргелландская, зеленая, зеленые корнеплоды. Редька есть и белая. Вот такую белую редьку можно посеять. Ну, не забываем, значит, кроме редьки, эти культуры надо высевать сейчас, потому что это культуры короткого дня, и они сейчас формируют очень хороший корнеплод. Точно так же к этой категории относятся дайконы. Дайконов сейчас море, дайконов всяких разных есть, и с круглыми корнеплодами, и с длинными корнеплодами. Выбор дайконов очень большой. Кто пробовал, тот в восторге от этой культуры, которая вышла к нам из Японии. Все в восторге. Ну, сорта в основном, видите, как они называются, минаваси, там и по-другому как-то. Ну, вообще, как бы, видно японское происхождение. Ну, кроме этих культур, это самое, значит, что в середине июня месяца это последний срок и оптимальный срок для посева моркови, для зимнего хранения. Если вы высеете морковь в середине июня месяца, значит, она уже не будет повреждаться морковной мухой, потому что лед морковной мухи уже заканчивается, и муха уже складывает яйца, которые будут зимой до следующего года. Поэтому морковка будет не червивая, грубо говоря, она будет не червивая. Будет чистая, хорошая морковка для зимнего хранения. И она, вдобавок, будет хорошо храниться. Ну, сорта, конечно, берем не позднеспелые, а сорта берем раннего и среднего срока созревания. Следующая культура, которую можно посеять сейчас, это редисы. Редисы любые можно съесть, но очень желательно посеять редисы с длинными корнеплодами. Не с круглыми, а с длинными. Потому что с круглыми можно высевать еще и редисы, еще и каждый месяц, до начала сентябра. Можно сеять редисы с круглыми корнеплодами. Вот. Также можно посеять салат. Любые салаты сейчас посеять, они вам будут как раз продукцией к осеннему потреблению. Не поздно посеять еще и огурцы. Огурцы сеются до 15-го, где-то июля. Должна быть рассада высаданного огурца в теплице. Это в теплице на второй оборот. Если у вас первые отошли, значит, вторым оборотом высеваем огурцы. Высевали огурцы, они будут давать им урожай в сентябре-октябре месяце. Сами понимаете, в ту пору, когда уже холодно, и уже огурцы в открытом грунте пожухнут, и в теплице огурцы очень-очень хорошо. Так что позаботьтесь о семенах, о рассаде. Дальше еще что можно посадить и посеять. Мы уже говорили, как бы раньше, у вас к этому времени может быть рассада цветной капусты. Также эту культуру можно высадить в открытый грунт до 10-го июля. Если эту культуру до 10-го июля посадите в открытый грунт, вы будете иметь и цветную капусту, и такой гибрид, как романеску. Вы будете в сентябре иметь на своем... В сентябре-октябре иметь на своем столе. Так что позаботьтесь об этих культурах, посейте. Ну и соблюдайте правила агротехники, которые, напоминаю, правила очень простые. Не заглубляйте семена, обязательно под посевом проливайте родок, потому что все-таки лето, почва может быть суховатая, чтобы получить быстрее всходы. Ну и добавок, все культуры, которые я называл вам, все желательно родочек, значит, или просыпать чуть-чуть мелом, слоем где-то 1-2 миллиметра, или древесной золой. Это зашито и от болезней, и питание, и устойчивость растений неблагоприятным условием. Так что не забывайте, если вы хотите иметь богатый осенний стол с зеленью, с водами различными, это самое, уделите этим культурам внимание в июне. В июле уже многие будут съесть поздно, и урожая уже не получится. Уже будет напрасный труд. Ну а вдобавок, к тому, что я уже рассказал, по культурах я вам рассказал, вы все понимаете, я вам расскажу еще один маленький секрет, как получить хороший и обильный урожай. Значит, хорошая заправка почвы, это раз было, а второе, самое главное, по этим культурам, не забывайте о прореживании. Расстояние оптимальное для дайконов должно быть 15 сантиметров друг от друга, для редяг 10 сантиметров, для салатов 15-20 сантиметров, для морковки 5 сантиметров. Если вы вовремя прорезете эти культуры, выдержите эти расстояния, значит, вы будете иметь очень хороший урожай. Ученые даже посчитали. Садили салат на 20 сантиметров, садили салат на 40 сантиметров. Урожайность при более редком состоянии салата увеличилась вдвое. Так что учитывайте, вовремя прореживайте, потому что время уже, как бы, дело идет к осени, лето поворачивает на зиму, как говорили в старину, прореживайте всходы, своевременно прореживайте, поддержание оптимального расстояния между растениями, это залог хорошего урожая. А пока удачи вам, разнообразие овощей на вашем столе, подписывайтесь на наш YouTube канал, смотрите, присылайте отклики. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok